Мертвый жеребенок породы шетленский пони, предположительно родившийся в мае этого года, лежит прикрытый пакетом в одном из помещений Рязанского конного завода. По словам местных жителей, они обнаружили его еще в выходные. В это помещение можно попасть прямо с улицы, вход свободный, дверей нет. Рядом с этим местом пасутся матки породы тракен, привезенной в Россию в 1945 году из Германии. Невооруженным взглядом видно, что эти лошади находятся в плачевном состоянии. Шерсть лошадей отросла и свалялась, в хвостах репейник, у некоторых можно наблюдать отсутствие хвостов. В гриве навоз. Кости у кобыл торчат со всех сторон. На пояснице виднеются маклаки. Со стороны они выглядят исхудавшими. Как пояснил нашей телекомпании в телефонном разговоре директор этого завода Владимир Никифорович Храпов, это все нормально. Сам он в день нашего визита на Рязанский конный завод от личной встречи отказался, но подтвердил, что может прокомментировать ситуацию на камеру в другой день. Жеребята тоже тоненькие, худенькие. Жеребята. То есть то, что у жеребят торчат кости на спине, это нормально. Куда же ребенок стоит рядом с этой лошадью, у которой можно наблюдать больной глаз? Малыша запечатлеть не удалось. В свою очередь, бывшие работники завода, волонтеры, представители Рыбновской районной ветеринарной станции имеют другое мнение насчет происходящего. Все они отказались открыто давать комментарии на камеру. По этой причине без их ведома мы совершили съемку скрытой камерой. Единственное, в чем в данный момент сошлись все комментаторы, у лошадей действительно на днях брали кровь на анализы. По словам девушки, которая приехала на конный завод после нашего появления и представилась волонтером, она лично отвозила кровь на анализы, поскольку заниматься этим больше некому. Также она пояснила, что лошади здесь не доедают. Да, у нас были проблемы, не было овса. Потому что хозяевам тоже как бы, у них сейчас нет финансовой возможности вкладываться. Поэтому на самокупаемость. Девушка заявила, что овес лошадям прекратили давать летом. Кроме сена, они на протяжении последних месяцев ничем не питались. В Рыбновской районной ветеринарной станции есть другая информация. Ее руководитель не раз пытался наладить контакт с директором конного завода, но безуспешно. Вот приедет зашито животных общество, тебе мало не покажется. Я говорю, что ты довелась до такой степени? Вот так нельзя, я говорю, делать. Приезжай, посидим, поговорим, как дальше работать. Во-первых, как сказали там девчата, которые арендуют коню, это денники там, вот, с этого февраля прошлого года овес не давали. Ну, это их слова, насколько поверь. Но они похожи на то, что они овес не ели, честно сказать, да. А сено тоже желает как бы получше. Раскрывали мы там рулон прям с этим-то, этим, как его, конюхом. Там одна плесь. Кроме того, исхудавшие лошади вынуждены пить ледяную воду, что в их положении очень опасно. Берейтеров, то есть специалистов по обучению лошадей и верховой езде здесь также нет. Девушка-волонтер сказала, что была уволена с завода в феврале этого года и была последней, кто объезжал этих лошадей. На вопрос о погибших жеребятах, фотографии которых уже не первую неделю появляются в интернете, девушка подтвердила, что эти малыши действительно пали здесь. А заключение ветеринара есть по павшим лошадям? Они не пали. Они уже пали там давно. Это акты составляют с хозяевом. Вот у вас собака умрет. Вы что, пойдете ветеринара вызывать? Вот у меня собачка умерла. Тут то же самое. Акты, да, была одна лошадь. Они приезжали, они как бы рыли яму, сожгли труп. Все, как будто утилизировали. Однако так поступать нельзя по закону. И судьба мертвого пони, которая сейчас лежит на конном заводе, идет не по правильному сценарию. Он обязан ее вскрыть на утильзаводе в Рязани. А они говорят, что они не вскрывают лошадей. Ну, плохо. Это значит, не дают информацию нам. И сопровождают. Они не будут вскрывать. А их, может быть, рабочий будет с нами. Наша служба будет вскрывать. Вот смотрите. Они обязаны. Или это все-таки остается? Это обязаны. Есть этот закон утилизации. Несмотря на то, что они частники. Да, все должны. В данный момент на предприятии работают два конюха из ближнего зарубежья. Ветеринара, как и берейтера, здесь нет. Хозяева приезжают сюда крайне редко. И, по словам девушки-волонтера, до них невозможно донести тот факт, что за лошадьми нужно ухаживать. В свою очередь специалисты пояснили. Вот так в действительности должны выглядеть здоровые лошади. Шерсть короткая, гладкая, лоснящаяся. Видны мышцы. Лошади игривые. Рацион у таких животных, конечно, должен быть расширенным. Существуют специальные рационы, разработанные еще в советское время. И в зависимости от современных условий добавляют еще, кроме овса, сена и соломы, еще мюсли, витамины, всякие препараты, премиксы. То есть очень много вариантов. В Рязанском конном заводе у них, ну вообще тракены здесь появились где-то в конце 80-х. Это был один из лучших заводов страны, Советского Союза. А то, что происходит, ну там уже давно эта вся история тянется. Но я даже не знаю, что с ним можно сделать. Потому что это частное хозяйство, как позиционируют. И дело частника решать, как ухаживать за своими лошадьми. Недалеко от конного завода мы обнаружили другую частную конюшню, где живет жеребец породы ганновер. На морковку. Вот так должны выглядеть здоровые, сильные, упитанные лошади. Матки здесь также упитанные. В стойлах есть подстилки и запилков, чтобы лошадям было теплее. Ежедневно здесь производится уборка. Эти животные как раз питаются овсом, мюслями, сеном, овощами. Каждый день гуляют на улице и объезжаются. Возвращаясь к Рязанскому конному заводу, хотелось бы добавить, что все люди, с которыми нам во время съемок удалось поговорить и которые остались за кадром, выражают неподдельный интерес к судьбе тракенов и шетлендских пони, которые здесь содержатся. Но, по их словам, хозяева этого предприятия не стремятся вылечить, накормить и привести в порядок животных. В ответ на замечания от наблюдателей, директор завода только разбрасывается угрозами. Поэтому люди не хотят ничего комментировать на камеру. Сейчас здесь находится порядка 60 голов, но при таких условиях содержания, возможно, в скором времени их станет меньше. Также наблюдатели боятся, что лошадей могут сдать на мясо, поскольку вид у них уже вовсе не товарный. При должном содержании и тренировках эти лошади хороши в спорте, в верховой езде, в конкуре. Если начать заниматься ими сейчас, пока еще есть вероятность спасти их от гибели. В данный момент, по имеющимся данным, проблемами на Рязанском конном заводе уже заинтересовалась полиция. Кроме того, редакция телекомпании «Город» готовит обращение в соответствующие инстанции по факту гибели жеребенка пони, а также по причине прискорбного состояния остальных лошадей, чтобы дать повод для проведения масштабной проверки на заводе. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».